В Мариуполе открылся первый центр предоставления административных услуг. Торжественно открыть центр приехал президент Украины Петр Порошенко, несмотря на то, что кто-то пытался сорвать запуск ЦНАПа. Бо на лінію 102 надійшло поведомление про то, что все тут у нас заминовано, и президент сюда не должен ехать. Я говорю, что нет, мы будем здесь. Розвьюдка говорила, что в 18 км звезды противник вывел самоходные артиллерийские установки, и никто не хотел бы, чтобы мы открыли этот центр. Я говорю, что нет, это будет происходить. Потому что что сегодня хочет Мариуполь, и что сегодня хочет Донбасс? Очень простые вещи. Первое, что хочет Мариуполь? Мир. Чтобы не стреляли. Чтобы агрессор прибрался с нашей земли и не гинули украинские герои. Все очень просто. Финансирование создания ЦНАП взяло на себя агентство США по международному развитию, Донецкая областная администрация и партнеры. Деньги были выделены также на ремонт фасада всего многоэтажного здания. Однако сейчас его вид оставляют желать лучшего. Теперь жители Мариуполя смогут получить около 150 услуг в одном здании. Здесь можно оформить биометические паспорта, решить земельные, имущественные и прочие вопросы. Вскоре власти обещают открыть ЦНАП и визовый центр. Пока что проблемы с выдачей идентификационных номеров. У нас есть сейчас вопросы о ИНН, оформлении инфекционных номеров. Мы также хотели бы иметь пораду. Если они дают доступ к пасадам, то они должны через 2-3 дней посадить у представника, который будет здесь. Мы в другом окремом помещении. Я просто включаю доказы данных. Он должен сидеть в зале. Также центр еще не до конца укомплектован. Конечно, еще не довезли все в полном комплекте. Это мебель. Еще будут здесь такие символичные люстры, которые будут тоже являться визовлетворением нового муниципалитета. На данный момент в ЦНАПе насчитывается 30 работников. Все сотрудники центра прошли специальное обучение. Вот за спиной сейчас стоят новые сотрудники нового образца, которые прошли профессионально. У нас, вы знаете, была активность. На одно место было 4 человека. Помимо этого всего, благодаря нашим партнерам Кейстару, они также прошли профессиональное обучение. То есть это профессиональные консультанты, которые будут давать профессиональные услуги на качественно новом уровне. Посещать центр клиенты смогут в порядке электронной очереди. Принцип работы какой? Вы приходите, получаете талон к администратору по конкретной услуге. Все услуги объединены в крупные блоки по субъектам предоставления административных услуг. Вы получаете конкретному администратору, либо группе администратора талон. Электронная очередь, достаточно понятный и простой интерфейс. Срабатывает звуковой сигнал. Такой-то номер клиента, который у вас будет на талоне, подойдите к такому-то администратору. Президент Украины перерезал ленточку и первым взял талончик на посещение центра. Администраторы центра говорят, что уже сегодня готовы принимать граждан. Мы видели первого посетителя, он взял первый талончик у нас в нашей электронной очереди. И если у кого-то есть на годы, скажем так, получить услугу, милости просим. Центр будет работать с понедельника по субботу. Граждан будут принимать с 9 до 4 вечера, а по вторникам и четвергам до 8. Администраторы говорят, в день центр смогут посетить до 1200 клиентов. Субтитры создавал DimaTorzok